МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы начали рассказать мне и всем нашим телезрителям о том, как готовить настоящие классические кубанские итальянские макароны, пасту. Да, так и сделаем. С чего началась ваша любовь к этому, к моему тоже любимому виду мучной продукции? С детства каждый из нас любил макаронные изделия. Далее появились у нас дети, которые тоже любили макаронные изделия. Всегда хотелось кушать макароны высокого качества, премиум-класса. Например, в своей семье я всегда использовала только итальянские макароны. Чем вам кубанские не угодили? Тем, что настоящая паста делается из муки твердых сортов пшеницы, муки дурум и специального помола сэмола. Была идея сделать тот продукт, который в городе практически не представлен. То есть в магазинах каждый потребитель может видеть огромное количество макаронных изделий. Но это паста секко, это сухие макаронные изделия. Свежей пасты, паста фреско, практически в городе вы можете встретить только в дорогих ресторанах. Просто так купить свежую пасту в городе практически невозможно. Можно приготовить дома. Поэтому мы решили попробовать продвинуть этот продукт на нашем рынке. Я смотрю, что здесь представлено несколько видов, я бы даже сказал, несколько цветов макарон. Они все отличаются прям по вкусу? По вкусу, может быть, они не сильно отличаются, но красители у всех, естественно, разные. Концепция наша – это только натуральные красители. Свекла, потом шпинат, укроп, чернила каракатицы, томат. То есть, чтобы заставить ребенка вкусно и побольше есть, вы решили таким маркетинговым способом привлечь его внимание на кухню? Да, потому что не каждый ребенок будет есть овощи, тем более такие, как шпинат. Ну, а потом, собственно, и для взрослых людей. Очень многие сейчас занимаются здоровым питанием. Кстати, вот эта паста является диетическим продуктом, повторюсь, потому что она готовится из муки твердых сортов пшеницы. Специального помола. Он крупнозернистый, если хотите, могу вам показать, чем отличается мука, из которой готовим мы. Она желтая, она крупная, крупного помола, помол сэмола. Ух ты, такая фактурная такая. То есть, это мука, богатая группа витаминами группы В, Е, клетчатка, белок. То есть, это именно те медленные углеводы, которые нужно употреблять в пищу. Ну, сейчас мы вам и покажем, и расскажем о том, как приготовить, можно сказать, диетические макароны. Чем фетучини отличаются от спагетти? Фетучини – это длинная ленточка, 6 мм шириной и сантиметров 20-25 см. Спагетти, как известно, это объемная, трубообразная, тоненькая трубочка такая. Сейчас мы готовим 4 вида пасты. Это фетучини, листы лазаньи для перекладывания различными соусами и запекания в духовке. Делаем фарфали – это бабочки. Бабочки у нас могут быть цветные, разноцветные. Вот. И равиоли. Чувствую себя, как на приеме у врача или как у мастера. Спецназ макаронных войск приступает к работе. Скажите, пожалуйста, какой ваш любимый цвет? На самом деле мне очень нравится зеленый, потому что как бы не хватает его сейчас. Все-таки не сезон. Куда вы? О, ничего себе! Посмотрите, это все тесто для нашей будущей пасты. То есть это все натуральные краски? Все натуральные. Здесь шпинат, здесь томат, базилик, свекла, чернила, каракатица и классическая яичная. Я выбираю? Конечно. Зелененькое. Сергей, ну что, приступим к процессу производства пасты? Кончились все игры, началась серьезная работа. Так. Возьмите нож и отрежьте половину теста. И давайте его с вами разомнем немножко. Руками. С любовью. Поскольку вы делаете это для людей, думайте о хорошем. Мысли ваши должны быть только позитивны. Сейчас. Так. Так, лепешечка такая получилась. А может быть, возьмем просто по старинке скалку, нет? Вместо скалки будет работать машинка. Подходите к машинке и начинаем готовить пасту. Я так понимаю, вот между этими двумя валиками. Давайте, давайте, давайте. Ловлю здесь. Ловлю. Ох. До чего техника дошла? Есть определенная толщина, которая начальная. На ней желательно прокатать несколько раз. Для того, чтобы тесто стало более эластичное. Еще раз прокатываем и переключаемся на другую толщину. Это еще тоньше будет, да? Да. Все тоньше и тоньше становится тесто. Чувствую, хорошая будет паста. Душевная. Последняя скорость. Давайте я подержу, а вы ловите. Помогайте. Я принимаю. Какая красота идет. Это у нас шпинат. Шпинат. Люблю шпинат. Особенно, когда он в бакару. Вот что у нас получилось. А теперь кладем на стол. Ну, если у вас нет такой чудо-машинки, воспользуйтесь просто элементарной скалкой, бутылкой пустой. А теперь вам надо отрезать вот такие примерно полосочки. Отлично. А теперь мы будем, собственно, нарезать макароны. На чем? Опять на том же аппарате? Конечно. Так, пересыпаем мукой. Вы становитесь сюда. Теперь вам валик раскатал, а теперь другой валик нарежет. Так. Итак, вставляем вот сюда. Идет. Будут макароны. Паста, по-желу-чине. Это обязательно надо повесить на сушку. Давайте я вам помогу. Сушим. Давайте. И теперь давайте с вами приготовим фарфали. Это бантики. Давайте позовем на помощь Анастасию. Паста фреско, она свежая. Мы не высушиваем ее до конца. Она подсушивается 10-15 минут, а потом упаковывается в картонную коробку. И потом можете спокойно хранить ее... Шесть суток в холодильник. Без заморозки. В морозилке четыре месяца. Вот так вот. Сейчас нам нужно сделать прямоугольники одинаковой ширины и длины. Давайте. Теперь вот такой гаджет. Вы берете, ставите посерединке пальчик. Оп. И фарфали готов. Вот и все. Вы можете попробовать. Давайте. Посерединке ставите пальчик. Так. Открываете. А, вот так вот надо... И совмещаете. До упора? До упора. До самого. Прямо до самого упора. А? На ладошку платите. Нормальный бан такой получился. А почему нужно пальчик ставить сюда, интересно? Ну, попробуйте без пальчика. Да. Вот оно почему получилось. Вот. Вот, друзья, для чего нужен палец. Вот так вот не поставил палец, и получился у тебя не фарфали, а... Книжечка. Книжечка такая. Журнальчик. Фарфали. Чтобы вы пархали. Давайте еще вернемся к самой специфике производства. Попробовали без яиц? Конечно. Да. У нас те люди, которые на посту, просят приготовить им без яиц. Получается не такая желтенькая, более беловатый тон. Ну, с яйцом, конечно, она нежнее, вкуснее. А как смешивать-то? Вот, допустим, есть у меня мука, есть у меня яйца, вода. А как шпинат-то смешать со всеми этими? Шпинат отваривается, измельчается блендером. И все. Кстати, ее можно есть сырой. Из вот этой муки лапша в супе не расползается. Знаете, как бывает второй день, макароны размокли и не очень вкусные. А вот именно... На второй день. Да. Именно хорошая, кстати, макарона. Хорошая. Паста супер просто, серьезно. Хорошая. Если вы хотите прям свежую, вы можете прям свежую раскатали и кинули. Чтобы упаковать, паста должна дышать, воздухообмен должен быть. То есть, если вы хотите хранить... Не целлофан, не полиэтилен, а именно только картон. Ну, а теперь самое интересное. Будем ставить на огонь нашу кастрюлю. Сейчас как закипит, и именно в бурлящую подсоленную воду большое количество воды кладем в нашу пасту. На сколько минут? Две-три минуты до состояния аль денте. А я смотрю, да, Виктория уже несет нам что-то другое. Я пока перевоплощаюсь обратно. Да, конечно. Производство закончено. А еще хочу показать вот эта паста с начинкой. То есть, то же самое тесто, из которого мы делаем фетучини или любую другую пасту. Только добавляем в нее начинку, и получается равиолин. Вот так вот. А что мы кладем в начинку? Ну, в данной начинке используются 4 вида сыра. Я слышу, что вода уже закипает. Для вегетарианцев отлично подходит начинка 4 сыра или же рикотто-шпинат. Шпинат свежий, тушится с оливковым маслом и смешивается с творожным сыром рикоттой. Для любителей мясных начинок это курица. Кстати, в чем отличие равиоли от пельменей? В равиоли всегда, всегда идет готовая начинка. Сырой начинки в равиоли нет. В Италии в маленьких магазинчиках, где готовится свежая паста, равиоли лежат в свежем виде, и ты можешь попробовать свежую равиоли с начинкой и выбрать тот самый вкус, который ты хочешь купить. Потрясающе! Ну вот, наши равиоли готовы. Можно использовать любой соус, но мы сделаем сейчас по-быстрому. Это просто растопленное сливочное масло. Приятного аппетита! Берем. Все, отправляем в руки. Это очень и очень вкусно. Порадуйте свою любимую или своего любимого. Приготовьте ему такие замечательные равиоли. Вы, я так понимаю, профессиональные повара, технологи. Виктория экономист, я психолог по образованию. Кулинария – это было наше хобби. С детства. С детства, да. Нам нравилось смешение новых вкусов. Возникла у нас такая идея, почему бы не делать свежую пасту у нас в городе. Мы видим, что это востребовано у нас в городе. Действительно, люди заинтересованы в качественном, вкусном. Когда, знаете, здоровая пища еще и вкусная. То есть, в принципе, не надо бояться, если вы не обладаете никаким кулинарным образованием, но обладаете кулинарным талантом. Если вы повар по призванию, то, в принципе, все может получиться. Конечно. Главное, что есть идея, главное – желание поставить цель и идти к ней своими шагами. Маленькими, но идти вперед. После таких вкусных равиоли так и хочется попрощаться, чтобы они не остыли все их съесть. Спасибо вам большое за такой теплый и яркий прием. Это был телепроект «Сельские истории». Хотите задать вопросы нашим сегодняшним героиням или стать участником программы? Звоните по этому номеру телефона. Возможно, в следующий раз встретимся уже за вашим столом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому